Для большинства пришедших сегодня траурный митинг это не просто дань памяти своим родственникам. У многих боль утраты отцов и матерей даже спустя почти 70 лет до сих пор беспокоит сердце. Участница митинга Антонина Иванова до сих пор не знает судьбу своего отца. Приговорен 27 марта о расстрелах. А расстрел был исполнен или нет до сего времени, не знаем. И вот это очень меня волнует. Слова скорби и сочувствия всем собравшимся на митинге выразил исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ Александр Иренчеев. Основная наша задача, чтобы каждый человек, который пострадал в эти годы, который безвинно погиб, остался в нашей памяти. Чтобы наши дети знали, что у нашей страны были не только героические страницы, но и были трагические и очень горькие страницы. И память о них, конечно, должна всегда сохраняться в наших сердцах. Воспоминания участников тех далеких событий, грустная музыка и памятные стихи. Многие из присутствующих буквально не могли сдержать слез. Это очень сильное мероприятие. Я, конечно, была поражена. Многое что для себя взяла. Мы сидели с женщинами, родители, они дети репрессированы. Просто дрожь по телу шла. Очень сильное мероприятие и нужно, чтобы больше было детей. Завершился траурный митинг минутой молчания и возложением цветов в память жертв массовых репрессий. С 1 Миртонеев, Андрей Дармаев, Новости дня.